В Аль-Мауд-Эфтани другое место фиссуры Атисуса Фад. Всевышний Аллах рассказал про Юнуса, алей-салям, воин на Юнуса, ля-мин аль-мурсалин. Поистине Юнус был из числа посланников. Обратите внимание, Всевышний Аллах, когда начал рассказывать о Юнусе, алей-салям и его поступке, первое, с чего начал воин на Юнуса, ля-мин аль-мурсалин. То есть для того, чтобы у человека, когда он будет читать дальше эту историю, не возникло какого-то негатива к этому великому пророку Юнусу, алей-салям. И поэтому Всевышний Аллах сказал, воин на Юнуса, ля-мин аль-мурсалин, поистине Юнус, еще так и сделал, в Аллахе, и сказал Всевышний Аллах, ля-мин, это что, клятва там заложена. Являлся одним из посланников. Ид аба каил аль-фульки аль-машхун, и он сбежал на переполненный корабль. То есть он пришел призывать свой народ, народ его не принял, и он оставил этот народ и ушел, и сел на переполненный корабль на берегу моря. Фасага мафакана мин аль-мутхадыин. И они бросили жребий вместе с другими, и оказался он из числа проигравших. И его проглотила рыба, ведь он был достоин порицания. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то остался бы в чреве этого кита, или этой рыбы, или этого кашалота, до дня своего воскрешения. Юнус, алей-салям, ахаду ламбия, говорит шейх Усаймин, Юнус, алей-салям, был одним из пророков, в раке в Маакоме, в Софина, тем фадагатбигим. Он сел на корабль с некими людьми, и им стало там тесно. То есть, как говорят, Барак-Луфикум начался, некоторым уфасер говорят, что начался шторм, и то количество, которое находилось на корабле, не позволяло кораблю спастись на этих волнах. Тогда люди сказали, если все мы останемся, достанемся на палубе этого корабля, мы все погибнем, и этот корабль потонет. Некоторых мы должны скинуть в море. Кого скидывать? Тот, кто первый сел. Акбар-ракев, или самого старого, Акбар-бадан, или самого толстого. И они что, бросили жребие? И тогда выпал жребие на группу людей, и из этих числа, этих людей, был Юнус. А у Гуахда, или же он был одним из тех, на кого упал жребий. Почему говорят, что была группа? Потому что, то есть, он бросил жребие и оказался среди проигравших. То есть, группа, получается, как будто так понимают некоторые ученые. И дан маагуна, значит, с ними были группа людей. На Залюху мы их бросили в море. То, что произошло с другими людьми, Аллах знает лучше. Мы не знаем, что с ними произошло. А что касается Юнуса, то его сожрала огромная рыба. То есть, может, это был кит, может быть, это был кашлот. А может быть, есть рыба, которой мы не знаем. Потому что люди, как говорят в наше время, те, кто занимается морями и так далее, то, что открыто для человечества, не более 5% секрета того, что в воде. То есть, той воды, которая покрывает земной шар. То есть, эта рыба просто его проглотила, не жевала его. И он оказался в шреве этого хута. И он возвал в этой тьме, сказав, Обратите внимание, Барак Аллауфикум, во-первых, единобожие. Единобожие это всегда причина спасения. Во-вторых, Барак Аллауфикум, признание того, что Аллах причистый, все, что он делает, делает мудрый. И в-третьих, признание своей ошибки. Поэтому, Барак Аллауфикум, важный момент, ученые говорят, не столько страшно, когда человек грешит, сколько страшно, братья, что он не признает этот грех. То есть, если человек грешит и признает, то, вот как инни кунту минавалимин, я был из числа тех, кто грешил, братья Аллаху, это становится причиной прощения. То есть, если ты грешишь и признаешь, что ты грешишь, это причина прощения. Если же ты грешишь и не признаешь, что ты грешишь, валия зубля, это даже может стать причиной чего? Куфра насалла, ляфу ляфи. И нечто подобное, лучше, чем все эти примеры, если опять вернуться к взаимоотношениям между мужем и женой, братьями, между родителями и детьми. Если, барак, луфикум, женщина сделала что-то неправ, что-то ты неправа, то есть провинилась перед своим мужем, просто признай и скажи, виноватая, прости, виноватая. Аллах, муж тебя не будет наказывать, иншалла, если он адекватный. Это очень важный момент, если женщина, братья признают и просят прощения, нельзя ее наказывать, как некоторые братья говорят, а я ее проучу, чтобы они, чтобы она больше так не делала. Аллах сказал, не ищите против них путей, запретил Всевышний Аллах искать пути против той женщины, которая раскаялась и сожалеет о своем упущении. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что этот человек поступает таким образом и наказывает женщину или наказывает своих детей после того, как они признают свою ошибку. Он сказал, если они вам подчинятся, тогда не ищите против них путей. И также в отношении детей, если твой ребенок признал свою ошибку и подчиняется тебе, перестал тебя слушаться, не ищи против него путей. Это очень важный момент, на который многие братья внимания не обращают. Уан Бата Иушей говорит дальше, Варак Луфи, и вот тут, Ла Илах Лан, то есть признал, где Божий, нет никого достойного, кроме тебя, Субханак, то есть то, что ты со мной сделал, это правильно, это справедливо, потому что ты мудрый, ты не поступаешь, несправедливо. Понятно, да? Второй мой. И не кунтуминав вальмин, я был из числа несправедлив. И тогда эта рыба огромная, это животное, выплюнуло его на берег моря. И Всевышний Аллах взрастил в том месте, где он находился на берегу, дерево, то есть лежи растения, яктын это тыква. То есть говорят, что это ниждийская тыква. То есть она мягкая, листы у него. Листочки ее мягкие, каибрисим, подобно клеверу. Говорят, что у этой ниждийской тыквы отличительный чертан, то, что на нее мухи не садятся. Почему, говорят, Всевышний Аллах взрастил ему? Потому что он, находясь там, то есть там же желудочный сок и так далее, и тому подобное, то есть ему надо было выздороветь. То есть находясь на трубе, то он заболел. И вот он находился рядом с тыквой, как бы тыквой, эти растения, в тени которых он находился, стало речением. И когда он пришел в себя, после того, как находился некоторое время в чреве этой рыбы, Всевышний Аллах спас его. Аллаху алим сказано, худ, худ это большая рыба. То есть поэтому, почему мы говорим, мы говорим просто большая рыба. Потому что может прийти тебе какой-нибудь неверующий человек и говорит, у кита очень маленькое горлышко, туда просто физически человек нет. Мы скажем так этому человеку. Аллаху алим от каждой вещью мощен. То есть, во-первых, Аллаху алим это кит или не кит был. Но если даже условно согласиться, что это был кит, Аллаху алим мощен открыть глотку кита настолько, чтобы туда попал взрослый мужчина. Так или так? Потом начинают, да не брат, вот желудок исследования провели, в желудок кита наполнил тем-то, тем-то он бы как минимум захлебнулся. Скажем, Аллаху алим, если это кит, то Аллах мощен был сделать его желудок расширить настолько кита, чтобы ему там было чем дышать и как жить и так далее и тому подобное. Правильно? Как Аллаху алим и браем, когда в огонь бросили, сказал же, куни бардан ва салям, алим и браем, пусть ты безопасным и холодным для Ибрагима, Ибрагим же стал, ой, огонь же стал для него холодным и безопасным. Разве тяжело тому, кто приказал огню стать холодным безопасность, расширить глотку кита, или же увеличить его желудок, или же уменьшить действие желудочного сока, настолько, чтобы не повредить? Аллах над каждой вещью мощен барак ломфиком. И в это верит только тот, кто верит господству, Аллаху алим, что Всевышний Аллаху алим, он создатель причин. И может сделать так, что та или иная причина не будет работать, или же не будет работать в полную силу и так далее и тому подобное. Поэтому не поддавайтесь таким сомнениям со стороны всяких востоковедов, безбожников и так далее и тому подобное. Или же это была рыба, о которой мы не знаем. Какой у нее желудок, какая у нее глотка и так далее и тому подобное. Вот когда мегалотон или как называют, какая-то огромная рыба, есть какая-то вероятность, что есть какая-то огромная рыба, что она там чуть ли не в два раза больше кита там и так далее там подобно на дне океана водится и тогда того аллах и брать аллах спонтали ваях ли кумаля то ли муна вагет куране про живых существ и аллах создает то чего вы не знаете в этом аяте указали на то что есть такие живые существа о которых мы не знаем брать полькора вот чуть маджуч армия войско община то есть который будет зайдет и возьмет любой народ наше время кого больше всего на земле китайцев и индусов если китайцы зайдут в озеро и попьют оттуда озеро станет пустым нет не станет пустым а чуть-чуть маджуете выше пророк салусом сказал что они будут заходить в озеро пить и когда до последнего черта идет но здесь озеро где-то было капли воды не останется представляете то есть какое количество и они же есть то есть это какой они площадь занимают где они она они есть мы в это вере потому что они еще со времен долг карнайна филла у яума и дин бауды на дун и на мута пин я и ба дина хауфу на лайку мулья ума вала 30. 33. Субтитры создавал DimaTorzok